Два дня назад еще говорю, погода стынет. Проснулись, а там почти Сайленд Хилл. Страшных существ, конечно, не было, но было жутко, вспоминает жительница многоэтажки по Горноалтайской 3 Зоя Яковлевна. Из-за аварии на теплосетях этой ночью подъезд и квартиры окутала паром. Вода кругом была, вообще, вообще вот так вот льет, потому что с пяти утрам мы вообще все вот так на ушах. Было все мокрое, все мокрое, ну все текло. В результате батарея стыли, света нет. Тепло уходит еще из 25 многоэтажек. Это две с половиной тысячи человек. Еще пока не холодно, 21 градус, я сейчас смотрю на градусники. Ну, понижается температура, понятность, отопления нет. А у вас обогреватель есть? Есть, конечно, у нас все приготовлено, мы старые люди, запасливые. Порыв на проспекте Ленина оставил без тепла и несколько детских садов. По словам завхоза детсада Соловушка, температура утром опустилась до 18 градусов, при норме в 21. В стенах детского учреждения находилось 19 малышей. Воспитатели искусственно нагоняли тепло при помощи обогревателей. До обеда родители забрали всех ребятишек. Ребятишек утром перевели, неизвестно же было, что авария произошла. Поэтому вот на два часа сейчас всех распускают. У вас есть куда детку? Да, мы повезли к сестре. Коммунальные службы с двух часов ночи работают на месте ЧП. За четыре часа удалось остановить выход горячей воды на поверхность. Затем аварийная бригада приступила к земляным и сварочным работам. Поврежденный участок трубы вырезали, осталось заменить часть трубопровода. Для организации теплоснабжения мы разрешили управляющим компаниям сливать дома. Обратка у нас сейчас в настоящее время находится под давлением. То есть вот этими мероприятиями мы позволим несколько сохранить тепло в домах. И позволим дома эти не сливать для того, чтобы при запуске быстрее организовать теплоснабжение. Работы планируют завершить к шести вечера. А затем начать восстанавливать подачу тепла. На это потребуется еще несколько часов. Будем стараться поддерживать температурный режим. По квартирный обход нам с вами даст возможность контролировать температуру в квартирах. Сейчас пока временный есть уже обход, есть средств 22-26. Поэтому это запустимая температура. И сделаем все возможное для того, чтобы в этот временной параметр уложиться. А между тем, как сообщает прислужба индустриального района, сегодня произошла еще одна коммунальная авария на теплосетях. В результате один детский сад и три многоквартирных дома по Павловскому тракту отключили от горячего водоснабжения. В настоящий момент авария там устранена. Горячая вода вернулась в дома. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.